Экономика по-русски. Возвращаемся в студию. Микрофон Гейдар Джамаль, Михаил Хазин. И мы отвечаем на вопрос, который был задан перед перерывом про политический ислам. Прежде всего, надо начать с того, что ислам вообще является политическим изначально. Потому что миссия пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний, да приветствует. Это была изначально миссия политическая, основанная на политической теологии. То есть на концепции соединения духовной мотивации во имя власти. Власть, которая противоположна, так сказать, революционно направлена против господства тогдашних великих империй и тогдашних элит. Но это традиция всех пророческих выступлений, то есть всей линии пророков. Потому что, ну, как известно, Авраам выступил против Вавилона, Моисей против фараона, Иисус против Римской империи и всего тогдашнего эстеблишмента. И, соответственно, уже выступление Мухаммада, оно генерализовало вот эту линию, наследником которой оно являлось, против всего сложившегося мирового порядка, когда было две великих сверхдержавы. Это сасанитский, зороастрийский Иран и Византийская империя. И, собственно говоря, вот это политическое ядро, оно составляет стержень, смысл и основу ислама, который опирается на общину. Общину братьев, противостоящую вертикальной иерархии, пирамидальной диктатуре господ, то есть вот власть имущих, которые подавляют мировые низы. Поэтому сегодня ислам после столетий, скажем так, дезинформации и искажений, когда его представляли султаны, амиры и короли на мировой арене, там, халифат, который ничего общего не имел с той праведной задачей, которая вначале существовала, сегодня возвращается именно первоначальный ислам на политическую сцену. И его задача это противодействовать, противостоять мировому сообществу в лице нескольких тысяч власть имущих, которые сосредоточили в своих руках все богатства за счет 99% остального населения. Ну, поскольку марксизм пережил некий политический коллапс и больше не является дискурсом протеста, а политический ислам выходит в первый план. Но проблема в том, что этот дискурс политического ислама не сформулирован и не отточен так, как он был отточен, так сказать, вот в социалистических кругах в 18-19 веках, особенно за счет появления марксизма. Вот, то есть сегодня политический ислам строит свой дискурс на понятиях справедливости, на понятиях борьбы с угнетением и на правовой категории. То есть шариат это правовая система, которая не имеет ничего общего с произволом юристов, придумывающих законы для власти имущих. Это шариат, это законы Бога, которые введены для того, чтобы ограничить произвол юристов, поставленных богатыми. Вот. Но ставка на правовую сторону, то есть вот идея того, что именно цель политического ислама это введение шариата, она является однобокой, потому что законы никогда не могут быть целью, а не средство. Если люди по наивности принимают, допустим, концепцию правового общества за конечную цель, они попадают в системную ловушку. Задача это реализация фундаментальных политических целей, для которых законы это как устав для армии. Армия же не для устава существует, она существует для того, чтобы воевать, выполнять свои задачи. Устав помогает ей воевать и отделяет ее от партизанской банды. Но армия не существует для устава, поэтому и исламский проект, он не должен ограничиваться правовой стороной, шариатом и так далее. Пока еще подавляющее большинство тех, кто выступает на платформе политического ислама, не поняли, что шариат это инструмент и механизм. Они думают, вот сейчас мы берем некое пространство под свой контроль, вводим там шариатские законы и начинаем по этим... И будет всем счастье. Да, по шариатским законам начинаем жить, и это как раз вот то, что требовалось. А идея-то в том, что вокруг существует страшный мир беззакония, и если ты вводишь в отдельно взятом Карамахи или Чабанмахи шариатское законодательство, то рано или поздно к тебе приходят и ракетами Град просто сносит этот шариатский рай с лица земли. Вот. Поэтому политическая борьба, она должна вестись как минимум в глобальном масштабе и с использованием, задействованием опыта революционеров 19-20 века. Нужно понимать, что на самом деле ту же, если угодно, цивилизационную идею в конце 19-го, начале 20-го века отстаивало коммунистическое движение. Линия была та же самая. За глобальную справедливость противовес существующей инфраструктуре власти. Но дело в том, что коммунистическое движение 19-го века, оно было завязано на секуляризм французских просветителей 18-го столетия и на воинствующую антирелигиозность. Там принципиально мистическая компонента была ликвидирована, но это была большая слабость. Это как раз эта слабость, которая сегодня во втором туре конфронтации с хозяевами жизни, она будет исправлена. Потому что сегодня теология, которая была изгнана из политики, или в лучшем случае она была на службе у власти мущих, служила оправданием их господства, она сегодня возвращается как теология освобождения. И на самом деле это возврат, я бы так сказал, ко времени крестьянских войск, войн в Германии и вообще в Европе 15-16 веков, когда эти войны велись под религиозным знаменем, и когда на самом деле радикальный религиозный авангард была та сила, которая бросала вызов тогдашней империи, тогдашнему клерикализму, тогдашним князьям, как общества, так и церкви. И вот в свое время Маркс радовался, что протестное движение совлекло с себя религиозные одежды, и в его лице как бы приобрело нормальные мотивации оправдания, нормальные мотивации, которые имели такой распределительно-материалистический характер, они не работают. Я вспоминаю, что в Советском Союзе жестко преследовали любые, так сказать, цели, которые выходили за рамки бесплатной колбасы. Когда человек говорил, что задача коммунизма — это преображение природы, изменение физических законов, там некий космизм, выход в ноосферу, то его просто обвиняли во всех смертных грехах. Ему объясняли, что задача коммунизма — это бесплатная колбаса. И на этом, конечно, все проиграли. Вот сегодня этот момент будет исправлен. Но я думаю, что не завтра для того, чтобы созрел политический ислам, который является понятным, прозрачным и притягательным для миллионов китайцев, латиноамериканцев, россиян и европейцев, должно пройти еще лет 10. Спасибо. Но на этом наше время подошло к концу. Я благодарю нашего гостя Гидара Джамаля. По микрофону был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин